Красная поляна, кордон Лаура, на посту лесной стражи – вольерный комплекс. В нем десятки видов животных и птиц, которые обитают на просторах Кавказского заповедника. Его создали не ради забавы. Все звери оказались в вольерах не случайно. Например, Марусю с вырванными клыками и когтями забрали у фотографа. Он подсадил рысь на наркотики. А графиню искалечили шакалы. Спасти черного грифа удалось, но теперь он не летает. Эти животные многие краснокнижные под постоянным наблюдением ветеринара. При этом условия содержания максимально приближены к природным. Постарались не только сотрудники заповедника, но и сами обитатели. Кабаны видоизменяют рельеф своего вольера. Они все перекопали. В летний период, когда их начинают беспокоить кровососущие насекомые, утаскивают на выход ручья камни, палки, траву. Все это делают. Плотину такую. Естественно, тут разливается вот эта вот речушка, и они используют ее как грузевые ванны. Волки тоже самое. Выкопали себе одно логово, несколько выкопали ложных логов. То есть, так же, как в дикой природе. Среди постояльцев самый большой зубр Муар. Гордость и символ Кавказского заповедника. Ведь природоохранную зону создавали именно для возрождения диких быков. Еще в 1880-х годах по лесам Кавказских гор гуляли большие стадо зубров. Но в начале прошлого века браконьеры открыли охоту на царского животного и полностью уничтожили местный вид. Сотрудникам Кавказского заповедника потребовались десятилетия трудов, чтобы дикие быки вновь появились в лесах. В 1999 году их было всего 140 зубров. И покойный наш научный сотрудник, собрадед Невцев, говорил, что если популяция будет меньше 160 голов, то популяция исчезнет. Но, к счастью, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе, мы за 17 лет, за 17 лет в Павлоге стало нас за тысячу перевалили. Следующая задача, которую поставили перед собой экологи – возродить популяцию переднеазиатских леопардов. В прошлом году трех хищников выпустили в Кавказский заповедник. И теперь ученые пристально следят за барсами с помощью фотоловушек и чипированных ошейников. Но недавно кошка Кили не на шутку перепугала сотрудников. 12 дней она лежала на одном месте перед Новым годом. Ну, мы уже не двигаясь, мы думали, или ошейник потеряла, или погибла. Но через 12 дней она просто пошла дальше и двигаться дальше. Просто съела хорошую добычу, добыла хорошую крупную дичь и съела 12 дней перевала на одном месте. По программе ученые планируют выпустить в заповедник еще десятки леопардов. И, возможно, в будущем один из барсов поселится и в вольерном комплексе, чтобы жители и гости региона могли воочию увидеть животных. Ведь в заповеднике площадью 300 тысяч гектаров это практически невозможно. К слову, там решили построить еще один комплекс. В скором времени он появится в Адыгее на кордоне Гузериполь.